Коллеги, всем добрый день! 16.00 по Москве. И я, как обычно, проверяю связь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, всё ли видно, всё ли слышно. Или огонёчки, как удобно. Так, отлично, спасибо большое. Итак, коллеги, сегодня 31 марта 2022 года, и мы продолжаем свою работу на онлайн-конференции для учителей Solutions for Russian Schools. Напомню, что с вами я, уже третий день, Юлия Валенова, старший методист и руководитель отдела образовательных проектов компании Вилл. И вот мне сейчас хотелось бы у вас спросить, скажите, а кто сегодня впервые на нашей конференции? Поставьте плюсики, пожалуйста. Кто впервые пришёл сегодня на нашу конференцию? Не посещал два дня. Пришёл впервые. Так, есть такие у нас. Так, спасибо. И я хотела бы немножечко пару слов буквально сказать о нашей компании. Я уже представилась, сказала, что я старший методист, Юлия Валенова. Так вот, компания Reload. Напомню, уважаемые коллеги, что это эксклюзивный дистрибьютор Оксфордского университета. Это крупнейший поставщик учебной и художественно-специализированной литературы, более 100 издательств. Это компания Reload. Сама российское издательство учебной и художественной и методической литературы для изучения иностранных языков. А также она занимается, наша компания занимается организацией международных конкурсов, Олимпиад. Она, наша компания разработала замечательное тестирование Self, да, для независимого мониторинга качества обученности английского языка. И также у нас есть замечательная школа педагогического мастерства, в которой мы осуществляем повышение квалификации наших педагогов, наших партнеров. И так, напомню, что сегодня у нас третий день конференции. Вчера мы говорили об УМК Оксфордского университета для обучения подросткам. Позавчера мы рассказывали о новинках и бестселлерах УМК по обучению дошкольников и младших школьников. И вот пришла очередь УМК для обучения взрослых и студентов. И сейчас мы поговорим об эсселлере Оксфорд университет пресс УМК для взрослых и студентов бизнес-резолт. И я приглашаю подключиться Светлану Аверьянову, кандидата педагогических наук, заведующего кафедрой английского языка Всероссийской академии внешней торговли ВАФ. Мы очень благодарны Светлане Вячеславу за то, что она согласилась выступить на нашей конференции. Светлана Вячеславовна, подключайтесь. И рассказать о пособии бизнес-резолт Second Edition, по которому она уже давно обучает своих студентов. Ну, давно, это года два, наверное, да, потому что вот они действительно из разнообразия учебников выбрали действительно самый лучший бизнес-резолт. Вот. И, кстати, Светлана Вячеславовна, наш партнер, и она на регулярной основе проводит вебинары у нас по теме бизнес-корреспондент. Записи этих вебинаров вы можете увидеть у нас на YouTube-канале. Светлана Николаевна, Светлана Вячеславовна уже имеет даже свою аудиторию, которая постоянно приходит к ней. Это замечательный лектор, и действительно содержание очень интересное, очень полезное. Я сейчас с удовольствием представляю слово Светлане Вячеславовне. Пожалуйста, Светлана Вячеславовна, расскажите, как у вас завязалась дружба с бизнес-резолтой? Здравствуйте, Юля, спасибо большое за такое великолепное представление. Мне это очень приятно. Ну, так же, как и приятно работать и со студией моей, как вы сказали, уже сложившейся аудиторией. У нас уже вот будет в апреле, я так понимаю, восьмой вебинар, посвященный уже теперь не только деловой корреспонденции, которые, собственно, вот все задания, которые предлагаются нашим коллегам, они все базируются на ОМК бизнес-резолтой, когда я в эти вебинары готовлю, я стараюсь использовать все уровни, ну, не все, собственно, начиная с преинтермедиат, то есть у нас получается охваченными три, это преинтермедиат, интермедиат и аппаринтермедиат, и я должна сказать, что мы в Академии сейчас работаем уже по двум уровням, они введены уже совершенно на четкой основе в учебную программу и являются основными учебниками, как на первом, втором, третьем и четвертом курсах бакалавриата, где мы преподаем бизнес английский, уже начиная с первого курса, ну, вот посмотрите, пожалуйста, сейчас я, вот вы видите, вот три уровня, которые очень-очень рекомендую коллегам, которые занимаются преподаванием делового английского, вот, и мы сейчас на дальнейших слайдах увидим, почему я все больше и больше уверена, что это один из самых удачных учебников по деловому английскому на настоящий период. Вот, как Юля уже сказала, мы работаем уже третий год, практически уже три года, потому что уже этот семестр подходит к окончанию и начали мы работать, вот, вы видите, первый раз мы ввели в учебную программу на тестовом режиме этот учебник с группой третьего, да, студенты были на третьем или на втором семестре второго курса, мы решили попробовать новый учебник, потому что, ну, мы все понимаем, что изменения в языке происходят не очень быстро, но тексты в очень хороших учебниках и с хорошей лексикой имеют как бы тенденцию устаревать и до бизнес результ мы очень плотно работали с intelligent бизнес, который до сих пор, я вот просматриваю обзоры в интернете, до сих пор остаются одним из самых рекомендуемых учебников, но он уже категорически, к сожалению, не годится, потому что мне кажется, что тексты уводят нас в прошлое, в будущее, которые заканчиваются, если я не ошибаюсь, то ли 2007 годом, то ли вот, соответственно, и никаким образом уже не годится использовать это пособие на занятиях, поэтому, как мы не сожалели, нам пришлось искать что-то взамен, и поскольку мы регулярно приглашаем методистов нашей вот компании Reload, мы с ними сотрудничаем, я уже даже не знаю, сколько времени, вот, и они к нам регулярно приезжают с презентацией новых учебников, и вот случилась вот эта вот счастливая совершенно, я так понимаю, возможность познакомиться с этим учебником, мы взяли его на просмотр, буквально, значит, анализировали, наверное, все руководители потоков, потому что у нас каждый учебник подвергается, ну, как вы сами понимаете, все новое, сначала достаточно такой серьезной критике, потому что все привыкают работать по одному, уже все разработаны учебники, изучены досконально, подобранная лексика, дополнительные упражнения, ну, в общем, как всегда это бывает, потому что учебник никогда вроде бы не хватает, и ты хочешь еще, еще, еще что-то туда запихнуть, вот, и когда все складывается, вот эта вот картинка, очень жалко с ней расставаться, но ничего не поделаешь, надо это делать периодически, тем более, когда вы работаете со студентами, которые живут совершенно вот в новой реальности и готовы адаптироваться к ней очень быстро, и я должна сказать о совершенно удивительной реакции моих студентов, когда я им сказала, ребята, мы берем новый учебник, он берет, он имеет у себя такую вещь, как электронная платформа, у них были совершенно изумленные взгляды, потому что они никак не ожидали такого прорыва, такого инновационного подхода от кафедры, вот, и поэтому это уже был первый такой очень положительный эффект реакции студентов, которая тоже важна в обучении, вот, на работу по этому пособию. Ну, пока я вот все это говорила, вы видите, насколько серьезно мы включили этот учебник в наши учебные программы, и теперь все курсы, у которых английский является и основным, у нас два языка в Академии внешней торговли обязательных, и если основной язык первый, он изучается с самого первого курса, то второй иностранный, или иностранный как второй, подключается со второго, и вот, как вы видите, мы включили бизнес-резалт во все, и начинаем мы деловой английский язык на бакалавриате сразу с первого курса, и решили, что Интимедиат будет самым подходящим вариантом, потому что в принципе у нас как бы не предполагается обучение студентов с нуля, вот, у нас прием документов осуществляется при наличии 55 баллов по сдаче единого государственного экзамена, поэтому, собственно, мы можем предположить, но и тестирование это подтверждает, что ребятам вполне могут охватить такой материал, который предлагает уровень Интимедиат. Вот, ну и вот здесь я уже, видите, решила проиллюстрировать это сообщение, информацию на слайде, это реальные фотографии, это группа моих студентов, мы, вот на первой картинке вы видите, мы играем, я попросила их проиллюстрировать картинками, мы здесь сделали активную лексику и работаем с таким, там небольшая-небольшая секция, называется ключевые слова, киуэльца, вот, и поскольку, поскольку мы периодически хотим, чтобы вокабуляр обновлялся, и мы использовали какие-то активные слова или фразы, которые предлагает тот или иной учебник, мы решили вот поиграть таким образом, и у нас получилось такое хождение-ображение на занятия, ребята подготовили карточки, на которых с одной стороны был русский перевод, с другой стороны английский, и вот у нас была такая неформальная обстановка на занятиях, они ходили друг к другу, такой у нас позволяет, в принципе, объем аудитории, вот, и стучали друг к другу по плечу, и мы вот, so, what's the English for? и показывали, соответственно, тот вариант, который был на русском, затем переворачивали, если это все совпадало, в общем, это был такой достаточно хороший фан и полезный, вот, потому что потом, после того, как мы это поиграли, я попросила их сделать, там, по-моему, это был по телефонному разговору, мы, соответственно, сделали такую сразу спонтанную игру, в которую они и включили вот эти вот фразы, которые до этого очень хорошо отработали в такой парной работе, не сидя за партами, то есть у нас бумаги такая физическая, немножечко разгрузка и связанная с, соответственно, с повтором лексики, которую они и на занятиях на предыдущем отработали, потом отработали дома, потому что писали эти карточки, вот, и потом еще раз проговорили на занятиях, в общем, эффект был совершенно замечательный, вот, и на следующей фотографии вы видите, опять-таки, это проверка домашнего задания, мы с вами к этому перейдем, это еще один из разделов каждого юнита бизнес-резалт, неважно, с каким уровнем вы работаете, структура одинаковая, это токинг-поинт, и здесь они изучали формулу Вена, то есть, вот мы с вами тоже посмотрим, на следующем слайде вы видите, тоже очень любопытна была деятельность, то есть, они сравнивали, насколько у них существует баланс между жизнью в университете и личной жизнью, и у кого-то та или иная сфера зашкаливала, они пытались анализировать, почему это происходит, вот, и каким образом можно восстановить вот этот вот душевный, моральный баланс. Вот, перейдем дальше, к следующему слайду я решила сделать небольшие совершенно фотографии и показать вам содержание, ну, буквально нескольких юнитов каждого уровня. Мы начнем с вами с преинтемидиа, это вы видите, я повторяю, что мы здесь делаем акцент на деловом английском, и посмотрите, опять-таки, вот на своих вебинарах я всегда подчеркивала, что, несмотря на то, что уровень носит название преинтемидиа, он дает возможность буквально сразу погружения в деловой английский, потому что изначально идут такие серьезные темы с очень приятным вокабуляром, с очень недлинными и симпатичными и очень современными текстами, которые вот этим вокабуляром насыщены. Вот, как вы видите, что мы начинаем изучать, когда берем самый первый юнит компаний, что мы там узнаем, виды компаний, как следует нанимать, немножечко работаем с теми, с той информацией, как следует дать информацию о себе, кто ты, где ты работаешь, в какой компании, и все это тоже вводится очень-очень эффективно и приятно. Все это, в общем-то, не занудно, работает очень хорошо. Дальше контексты, дальше products and services, visitors, здесь у нас задействован уже даже какой-то кросс-культурный элемент, и тем не менее мы повторяем, как составить time table, да, ребята смотрят, что такое diary, пишут, и опять-таки все это базируется на том, что они играют друг с другом, то есть здесь у нас и делегация, которая приезжает, встречающая от компании, куда эта делегация приезжает. В общем, я что хочу сказать, что когда вы работаете с этим учебником, абсолютно нет предела вашей фантазии, потому что абсолютно любой, казалось бы, очень простой и может быть классический вид задания, может привести к очень интересному выходу. Самое главное, чтобы вы вкладывали сам любовь к учебнику, потому что неоднократно доказывалось, что если сам преподаватель учебник не принимает, он не работает. Даже если он не будет высказываться прямо отрицательно об этом учебнике, но студенты настолько сильно подхватывают вот эту вот эмоцию принятия или не принятия учебника, что он, соответственно, и дает точно такой же результат. Или ребята воспринимают его и работают по нему с удовольствием, или для них это сколько и неинтересно и, соответственно, неэффективная работа. Поэтому, опять-таки, я хочу продолжить и подчеркнуть в своей речи то, что если вы все-таки будете выбирать этот учебник, который весьма рекомендован и опробирован, уже три года мы по нему работаем. Его надо принять, его надо полюбить и видеть в нем бесконечное количество возможностей для отработок навыков, всех видов навыков. Мы об этом поговорим чуть-чуть дальше. Пока я тоже здесь говорила, наверняка вы посмотрели, насколько схожи и тем не менее различны подачи возможных тех же деловых аспектов, которые предлагаются уже изучать в учебнике другого уровня инсимидиат. Вот они достаточно близко друг к другу. Здесь work-life balance. Безусловно, эти темы очень хороши для обсуждений и они будут вводиться неподготовленным разговором. Сейчас мы с вами тоже и посмотрим все это на следующих слайдах. Вот непосредственно учебник, с которым я работаю, потому что я работаю в группах, которые изучают английский как второй и у них на втором курсе достаточно серьезный уровень, хорошей подготовки. Они идут на английский как второй, сдав ЕГЭ, как правило, больше, чем 85%, 85%, 90% и там повыше. Они тогда решают выбрать какой-то другой иностранный язык в качестве первого, но так как английский у нас обязательно они присоединяются к группам, изучающие английский язык на втором курсе. И вот в качестве основного учебника у нас идет уровень Appearance Media Business Results. Вот видите, здесь тоже очень интересная тематика. Они тоже связаны первые, как у нас были Companies, дальше там что у нас было в Intermediate. Видите, у нас Working Life, опять мы с вами говорим о том, какие виды компании, какие позиции, как следуют, какие обязанности. И вот точно так же, но немножечко уже с другого угла, мы с вами подходим к работе в компании, и текст нас наводит на мысли и на разговоры о том, как нам следует выбрать компанию, в которой следует работать, в которой хочется работать, и как в нее попасть, соответственно, как произвести на работодателя приятное впечатление. Поскольку мы не работаем, то я всегда начинала беседу и работу по этому юниту с того, что мы выбирали университет, куда поступать. И, в принципе, тот вид вопросов, которые там предлагаются, позволяют это делать совершенно спокойно. мы также подключаем к работе с учебником Upper Intermediate Skills for Business Studies тоже этого же уровня, вы видите, Upper Intermediate. В принципе, статьи, которые наличствуют в этом учебнике, они основываются, они взяты из очень серьезных учебников, либо это Financial Times, либо это какая-то справочная литература, научная литература, то есть статьи теоретического плана, что тоже полезно, потому что, как я еще раз говорю, что тексты в самом учебнике, они достаточно небольшие и хорошо и легко воспринимаемы. Но, чтобы не создавалось впечатление возможное, так сказать, о легковесности, у нас всегда есть вот опять-таки можно здесь говорить о балансе. С одной стороны, это достаточно короткие, тем не менее, информативные, насыщенные лексикой тексты в непосредственном учебнике. Да, Косбукский Вузбук всегда со мной. Вот, и чтобы уравновесить вот эти коротенькие тексты, у нас есть всегда очень длинные, серьезные, интересные теоретические статьи в Skills for Business Studies. Вот на этом слайде вы видите полный комплект УМК. Здесь это Students Book с электронной платформой, мы сейчас тоже немножечко о ней поговорим. Skills for Business Studies вы увидите, и Teach's Book, который тоже всегда нам поможет и с ответами на какие-то конкретные вопросы, да, и даст иногда там, где необходимы методические советы и может быть даже какие-то дополнительные статейки, потому что каждый уровень, прошу прощения, каждый юнит в Teach's Book начинается с небольшой вводной информации уже для нас, как для преподавателей, которая касается непосредственно материала, который будет разбираться в том или ином юните. Вот, ну, вы здесь видите, что электронная платформа позволяет работать с учебником в любое время. Так. На этом слайде я как будто собрала материал по тому, сколько времени нас отводится на каждый юнит. Вот, это получается где-то вот 8-10 академических часов, которые, и вот этот объем часов позволяет разобрать каждое упражнение, которое предлагает непосредственно сам Students Book и ну, где-то в районе двух занятий все-таки мы стараемся посвятить работе с учебником Skills for Business Studies. Вот, обычно мы делаем каким образом? Статью, конечно, мы задаем читать дома, вот, но чтобы проверить, насколько материал понят, охвачен, поскольку, поскольку я еще раз повторяю, он достаточно сложен и структурно, и непосредственно материал, который там предлагается, он зачастую именно по знаниям, теоретическим знаниям, которые там преподаются, даются, представлены, может вызвать затруднения для понимания не только на английском, но и на русском. Такие вещи тоже бывают, поэтому очень важно ребятам задавать comprehension questions по тексту, да, и мы практикуем такой вид работы skills, мы просим, поскольку сами там тоже, естественно, прорабатываем, да, материал, то есть для себя выделяем какие-то наиболее сложные для понимания абзацы и обращаемся непосредственно на занятиях к ним. Я прошу прочитать, потому что там могут встретиться и слова, которые затруднительны для произношения, не всегда проверяются студентами по словарю, соответственно, будет очень неплохо попросить их прочитать, естественно, не всю статью вслух и потом перевести, потому что навык перевода он тоже, в общем-то, как практика показывает, достаточно полезен, потому что когда мы с вами начинаем переводить с английского на русский те или иные тексты или кусочки из текста, получается, что, ну, как бы русский неродной. Вот, и мы над этим работаем, это тоже очень интересный вид работы, недолго, но я всегда прошу, когда кто-то один меня прочитал то или иное предложение, тот или иной абзац, сделать перевод, а потом его усовершенствовать. Я предлагаю ребятам предложить тот или иной вариант, как они видят это. Если это фразеологический юнит, это вообще очень интересно, потому что тогда мы вспоминаем и пословицы, какие-то поговорки, которые соответствуют английским вариантам. в общем, все это тоже очень любопытно, но, опять-таки, для этого должно быть желание и время, конечно, занятия. Но у нас я очень рада, чему, что, в принципе, всегда можем программу нашу подровнять, и если я, например, вижу, что мы со студентами не успеваем, то мы на следующий год немножечко что-то корректируем, потому что вот мне все равно кажется, что лучше и меньше, да лучше, потому что вот здесь вот этот лозунг работает, куда мы бежим непонятно, как бы отчитаться, что мы прошли вот весь учебник за положенный срок, это замечательно, но когда студенты на том же экзамене или зачет могут выдать прошедший материал, пройденный материал, то кому это нужно? Вот, поэтому мы в общем стараемся выследовать тому, чтобы получилось качественное образование. вот, так, опять-таки, пока я говорила, вы наверняка прочитали вот схему работы с каждым юнитом, вот, и теперь мы непосредственно переходим к иллюстрации. Да, вот здесь вот я сделала слайд, потому что я ссылалась на электронную платформу, да, которая, соответственно, от преподавателя не требует никаких трудовых затрат, кроме первых вложений, когда вы создаете эту группу. Она тоже очень интуитивно понятна, вы отправляете на электронную почту приглашения от этого учебника, да, и вот компании Рейлот, они к вам присоединяются, присоединяются, и дальше, поскольку у нас примерно один юнит уходит, на изучение одного юнита у нас уходит месяц, то я и прошу ребят выполнить упражнения на электронной платформе, их много, дома за месяц, и в конце каждого месяца, когда мы проставляем им баллы за работу, за работу и за контрольную работу, которую они делают каждый месяц, выполняют в устной или письменной форме, они получают свои баллы дополнительно за то, что проработали все упражнения на электронной платформе, а преподаватели, как я уже повторяю, требуется только зайти в эту группу и посмотреть. Вот здесь тоже интересная иллюстрация, вы видите, да, что вот из пяти студентов, которые у нас отражены на слайде, четыре выполнили все, а вот Камиль, он почему-то не добрался по каким-то причинам, и вы видите, что если человек не выполнил задание, он остается, вот поле рядом с ним остается пустым, то есть это настолько понятно и замечательно совершенно для преподавателя, более того, вы видите, насколько эффективно, правильно упражнения эти выполнены, потому что, соответственно, с каждым разделом, видите, здесь каждое упражнение относится к разделу юнита, working with words, восемь упражнений, там, да, соответственно, максимальное количество баллов восемь, все правильно сделано, человек имеет восемь баллов, ну, у меня группа такая здесь волшебная, поэтому они все всегда практически делают на сто процентов, вот что подтверждено на электронной платформе, идем дальше, вот здесь на этом слайде вы видите структуру юнитов, здесь я сделала скриншотики с первого юнита и попали, соответственно, вот все-все разделы каждого юнита, с которым вы будете работать во всех видах учебников, во всех уровнях учебника, то есть мы видим здесь talking points и это или lead-in, да, соответственно, то есть они смотрят на название юнита, дальше открывают задание, которое предлагает talking points, обычно это два или иногда три вопросы, и это позволяет студенту ввести в неформальную, такую неподготовленную речь. Дальше у нас идет раздел working with words, здесь еще есть какие-то вопросы, часть из них неподготовлена, обычно один, вот, а дальше вопросы работают на текст, вот, и, соответственно, первая страничка, она так и называется working with words, и обычно здесь представлены вопросы, далее идет текст, с которым вы работаете, после текста опять-таки идут различного сорта заданий, это может быть вопрос на понимание, это может быть true-false, это может быть найдите подтверждение какому-то утверждению в тексте, соответственно, или прокомментируете, вот, и мы переходим после того, как мы отработали все упражнения, обычно это две страницы, что еще хорошо вот в бизнес-резалт, поскольку на протяжении вот своей работы я, естественно, работала с большим количеством учебников, меня больше всего как преподаватели угнетают те юниты, которые бесконечны, ты листаешь и листаешь, их уже 6 страниц, уже 8 страниц, а юнит не закончен, вот мне кажется, что такой актуальный учебник, это, его, конечно, все любят, безусловно, совершенно, это хедвей, но я в основном работаю с бизнесом, поэтому вот я с ним не очень связана с хедвей, но просто, когда я на него смотрела, там 12 или 14 страниц, ну, вот на меня это, конечно, действует, я так понимаю, что я никогда не закончу этот юнит, то здесь все настолько компактно и опять-таки настолько понятно, каждые две страницы, каждый разворот работает с чем-то своим, очень взаимосвязанным, вот, и, соответственно, идем дальше, следующий раздел у нас в каждом юните, это бизнес коммуникейшн, здесь опять-таки предлагаются упражнения абсолютно разного сорта, это может быть и лислинг, это может быть и задание на написание чего-то, мы сейчас с вами посмотрим, так, и опять-таки всегда есть задание на говорение, так, и далее и грамматика, грамматика, как всегда, замечательная, она начинается с самой простой грамматики, это present simple, present continuous, но, что здесь хорошо, она всегда дается в контексте того материала, который разбирается в этом юните, и он опять-таки, вот этот материал в этом аспекте насыщен той лексикой, которой прорабатывается, я вот это вот просто обожаю, потому что, когда у тебя одно и то же методично переходит на протяжении всего юнита, повторяясь в том или ином контексте, это работает только на студента, и финишная, прямая, да, это у нас с вами раз, два, три, четыре, пять, шесть, пятая, шестая страничка каждого юнита, это у нас с вами шестая страничка talking points, интересная вещь, очень, там опять-таки в каждом юните предлагается та или иная активность, в данном случае мы с вами будем работать с диаграммой вена, где-то есть телефонная игра, где опять проигрываются те конструкции, те фразы, которые нам полезны для ведения эффективного телефонного разговора, где-то мы с вами сталкиваемся с таким интересным материалом, как 10 magic words, это там, где речь идет о продажах, и вот мы как раз сейчас начали со вторым курсом уже вот этот юнит, мы подходим к завершению, и у них домашнее задание прочитать материал, опять-таки очень коротенький, вот, и составить свое объявление, которое будет мотивировать покупателей купить, вот, видите, цены начали мотивировать инвальдса. Вот он, совершенно крошечный текстик, в котором предлагается 10 слов, которые привлекут, согласно исследованию маркетологов, привлекут внимание клиента к покупке. Вот у ребят такое будет креативное задание, завтра я послушаю, что у них получилось. Так, идем дальше. Вот, и, соответственно, можно было бы ограничиться этими шестью страницами, но нет. В конце учебника каждый юнит сопровождает такая вещь, как practice file, видите. И, опять-таки, несколько, два или три упражнения, они коррелируют с секциями в юните. Как мы с вами говорили, что первый у нас раздел это working with words, к нему идут упражнения. Дальше мы переходим в business communication, к нему упражнения. Лексика, опять-таки, даже прокручивается контекст другой, то есть детям не скучно, вот, но, тем не менее, они вынуждены вставлять те слова, которые они должны именно выучить в этом юните. Communication activities, ну, первому юниту у нас нету каких-то вот еще доработок, но зато с третьим мы уже можем и поиграть. И тоже очень полезная вещь, аудиоскрипт. Вот, я должна сказать, что мы не слушаем больше упражнений на прослушивание на уроке, потому что все видео и аудиоматериалы загружены на электронную платформу. И они идут как домашнее задание, которое потом мы прорабатываем соответственно на занятиях. Все проверяем, но это не съедает время на уроке. Это очень другое. Вот, теперь, как я уже и сказала, юниты, все юниты любого уровня ОМК Бизнес Резал позволяют оттренировать со студентами все наши четыре любимых навыка. И, опять-таки, повторяя, что тексты все современные, очень хорошо то, что в них практически нет годов, да, то есть мы не ссылаемся на 2007-й там или 2011-й год, они все сделаны очень-очень обтекаемо. И поскольку, как я уже говорила и вы здесь тоже прекрасно знаете, что изменения в языке происходят не очень быстро, они остаются современными. Главное, чтобы не было ссылок на год. Так, у нас есть слушание, все виды абсолютно упражнений на слушание присутствуют, они все перечислены. Вот, видео – это отдельная тема, это прекрасный совершенный юнит, их четыре, в каждом учебнике очень интересный. Там видео идет не как кино, а как идет интервью с реальными либо лекторами, либо бизнесменами, либо те люди, которые только что начали свой бизнес, статап, да, то есть этой тематике тоже посвящен юнит, и видео это прекрасно совершенно завершает эту тему, очень интересно, и ребята потом тоже, я их прошу делать что-то свое, допустим, если у нас видео, которое называется Entrepreneurs, я тоже им предлагаю потом постфактум сделать какую-то презентацию своего нового продукта, потому что многие из них, кстати, думают о том, что после окончания вуза они будут заниматься своим собственным делом, вот, и это будет являться тоже очень интересным заданием, полезным для них. Ведение корреспонденции, ну, тот, кто посещал мои вебинары, или, как Юля сказала, можно их найти на Ютьюбе, вы увидите буквально там все виды деловой коммуникации, которые можно изучить на базе бизнес-резалт, ну, оговорения представлены во всех видах, и подготовленных, и неподготовленных, и парных, и металлогических, то есть, вот, все, что вам угодно, вы можете выполнять эти задания с ребятами сделать, вот, вплоть до проведения собраний и переговоров, но про презентацию я уже вообще не говорю, потому что этими заданиями насыщен буквально каждый юнит, и более того, если вам интересна эта тема, да, и вы хотите студентов своих заставить поработать, их можно попросить делать презентации на любом, на любой секции. Так, идем дальше. Вот, ну, чтобы не быть голословной, я здесь подобрала упражнения, которые, ну, показывают, что мы можем с ними оттренировать как speaking, как reading, вот это опять-таки мы с вами работаем с первым юнитом, уровень про интернедиат, вот неподготовленные речь, ответы на вопросы, очень интересные, очень интересные вопросы, очень интересные ответы, дискуссия может продолжаться, но это опять-таки в зависимости, конечно, от энтузиазма ребят, от вашего энтузиазма, как вы поощряете, прерываете ли, не прерываете, поддерживаете, помогаете им как-то раскрыться, то тогда это будет дискуссия, которую можно вообще на все час 20 растянуть, ну, а можно ограничить тем количеством времени, которое вы считаете нужным. Дальше чтение, я прошу ребят прочитать текст дома, чтобы опять-таки не тратить на это времени на занятиях, и переходим к следующему, здесь я вот тоже привела на слайде варианты ответов ребят, я их спрашивала, что для вас важно, какое, что может на вас произвести впечатление, это мы работаем, да, соответственно со starting point здесь, и вот здесь вот табличка с их ответами, причем, конечно, это здесь просто ответ, они-то их еще и комментируют, вот, все это достаточно любопытно, вот, и поговорив о компании, да, или об институте, я говорила, что мы first impressions, ну, с компанией именно как-то сложно, вот, а об институтах пожалуйста, потому что у них же сейчас есть возможность подавать пять вузов, да, и они туда ходят, и они смотрят, и что-то им нравится, что-то не нравится, и вот это вот как раз у нас в беседе было воплощено, вот, потом вы можете перейти на, ну, не персоналии, конечно, конкретно, а, в принципе, обобщенно, что для них важно, что может им понравиться в человеке при первой встрече, что может не понравиться, оттолкнуть, привлечь и так далее, то есть вот такой момент разговора у нас тоже, соответственно, присутствует, вот, дальше это следующее упражнение на секции Working with words, видите, здесь у нас и просят нас вставить или перефразировать, в общем, мы работаем с той лексикой, которая выделена в тексте, вот, дальше у нас listening, очень важная часть, и, как уже говорил, ребята слушают дома, слушают дома столько, сколько им нужно, вот, не догадываются, кстати, зачастую, что у них в конце учебника, потому что никто никогда учебник не просматривает, идет и идет, вот, поэтому это вообще замечательно, они вынуждены слушать, вот, но, в принципе, вы-то как бы знаете, что у вас есть еще и скрип в конце учебника, не пользуются ребята, не надо, пускай они лучше развивают свои слуховые аппараты воспринимают иностранную речь, нежели они будут читать аудиоскрипты дома, такие вещи тоже есть, потому что, когда им не всегда удается послушать, а отвечать-то на занятиях надо, они слушают, они читают это в конце учебника, если об этом знают, вот, так, лиснинг очень интересный, как я уже говорила, в данном случае мы с вами проходим оформление сайтов, и спикер разбирает различия между оформлениями сайтов для восточных регионов, да, он говорит о Китае, вот, или западных, вот, тоже здесь интересный момент, связанный с русскультурными различиями, и успеха или неуспеха компаний, которые проникают на онлайн-рынки, либо это западный регион, либо это восточный, здесь тоже достаточно любопытный материал предлагается, ну, подтверждая то, что мы с вами развиваем у них навыки письма, и это мы с вами помним, да, что это у нас все в первом юните, то есть, как я уже и говорила, у вас есть возможность и развить, да, и сформировать, у кого их нету, этих навыков, все четыре, вот, здесь у нас тоже достаточно короткое, четкое задание, это написать ответ на полученный имейл, вот, и поскольку, поскольку мы с первого, да, с первого курса мы потихонечку ребят вводим, а тот, кто учит язык, как второй, с первого семестра, мы потихонечку их обучаем написанию деловых писем, то вот здесь вот у них есть реальная возможность притворить свои теоретические навыки на практике, вот, вот такое задание, вот, дальше мы переходим с вами к грамматике, вот, она с вами language and work, как говорила, все связано абсолютно с материалом, который у нас с вами представлен в unity, да, который мы с вами изучаем, вот, и talking point, вот у нас speaking, он опять идет в зависимости от того, как вы решите с этим поработать, ну, поскольку материал все-таки, да, достаточно сложный, и ребята не знают ни, что такое life overlap, ни, что такое диаграмма вена, лучше это дать, материал на дом, а зато потом вы во всей своей красе получите замечательную дискуссию и парную работу, телемонологическую речь какую-то, потому что, когда вы просите проанализировать вот эту диаграмму, можно попросить их, соответственно, подготовить небольшое сообщение, что происходит в их жизни, а можно дать это как парную работу, когда они вот нарисовывают, рассказывают друг другу, почему у них это произошло, вот такой, такой нахлюст или такой маленький, или полностью, ну, у некоторых есть прям вот такой баланс, то есть как бы у них все уравновешено в жизни, ну, таких, как правило, мало ребят встречается, они либо туда погружат, либо сюда, вот, и завершая юнит, вот мы с вами видим как раз вот эту вот диаграмму вена, вот, потому что это достаточно обширное задание, talking point, у вас есть кусочек информации, которую они должны прочитать, какой-то текст, как вот во втором юните у нас с вами продающие слова, то есть там тоже есть информация, которую они прочитывают, обрабатывают, отвечают на какие-то вопросы, которые идут после этого сообщения, и дальше у них идет следующая порция задания, которая их выводит в речь, ну, которая тоже, соответственно, вы смотрите, как вам лучше организовать, подготовлено или неподготовлено. так вот у нас с вами все, что вышло на практику, вот, говорю, что хорошо прошло, интересно очень задание, но здесь, что тоже интересно и отмечено практикой, у некоторых это задание хорошо, неважно, не только это, любое задание, которое у нас великолепно прошло в какой-то одной из групп, ты думаешь, на следующий год, вот они сейчас придут, будет великолепно собрано, и у меня все уже разработано, я уже знаю, как это делать, и оно не работает, то есть вот здесь приходится как-то сразу перестраиваться и предлагать уже какой-то другой вид работы, все зависит от ваших ребятишек тоже, если они склонны разговаривать, у вас все получится здесь, если они в основном интроверты, то здесь придется из них все вытягивать, и может быть здесь лучше предложить уже не парную работу, не разговор, а вот именно хорошо подготовленную монологическую речь, тогда они вам выскажут все, что они думают, спонтанно здесь не сработает. Так, ну теперь мы с вами переходим ко второй части, да, хорошему очень дополнению, очень такому качественному, многовариантному, потому что там тоже масса, это не просто статья, она совершенно вся вот разобрана на разные виды заданий, сейчас я вам покажу, вот здесь вы видите, ну поскольку, поскольку я так полагаю, что вы презентацию тоже получите, вот посмотрите на контент интересный, как правило, соответствующий материал, изучаем в основном учебнике, вот, и хочу продемонстрировать, какие здесь задания, видите, это вот так выглядит статья следующая, понимаете, она достаточно обширная и достаточно серьезная, perception and communications, здесь разбираются разные виды общения, немножечко опять-таки затрагиваются кросс-культурные различия, потому что, вы же помните, у нас лестник был с ним связан, такая статья тоже уходит туда же, но только не в столько запад-восток и в сайты, а здесь уже немножко другие различия разбираются, что тоже очень интересно, вот, и возвращаясь обратно, видите, у нас есть тоже момент ввода в дискуссию, то есть перед тем, как они читают, у них всегда есть еще какой-то выход в речь, в обсуждение, дальше вот эти вопросы, они все, вот эти задания, они связаны с текстом, тоже интересно, что предлагается глоссарий, да, то есть на взгляд автора выделяются сложные слова и даются очень хорошие легкие объяснения для восприятия по статье, вот сама статья, так, кому не хватило райтинга в основном учебнике всегда есть шанс попросить ребят написать, вот в данном случае это будет эссе, очень замечательно разбирается буквально вот подробнейшим образом механизм написания и формат, и связывающие элементы, и логичность, и вот здесь вот все-все отрабатывается, причем на материале статьи, которую мы прочитали, дальше вот вы работаете, как можно сделать из него, у нас здесь что, summary, по-моему, идет, taking notes, вот мы здесь проходим, как же делать все-таки записи, коротенькие, отлично все сделано, ну, вот я надеюсь, что мне, в принципе, удалось ухватить и охватить все, что планировалось, еще раз рекомендую, да, и я думаю, что наш, наша замечательная компания, Relot, нам в этом поможет. Спасибо огромное, Светлана Вячеславовна. Надеюсь, все, кто сегодня пришел выберет этот учебник для своей работы. А мы продолжаем, да, мы продолжаем, и сейчас представим еще один фестселлер Оксфордского университета, это УНК для взрослых, English File, по задейшим. Пособие настолько популярны, что уже выдержало четыре, уже четыре издания. И я с удовольствием передаю слово Марии Бивоваровой, кандидату филологических наук, доценту кафедры связи с общественностью, рекламы и дизайна Воронежного государственного университета. Мария много лет уже работает по УНК English File и даже создала у нас курс повышения квалификации на основе этого учебника. Называется он Being Trainedly with English File for the Edition. И сейчас попрошу Павла скинуть ссылочку на этот курс. Итак, Мария, вам слово. Расскажите про вашу первую любовь. Юлия, спасибо. Да, это точно. Юлия, спасибо большое за представление. Правда, English File была для меня моя первая любовь, наверное, но и я остаюсь ему верна с тех пор, как 8 лет назад, примерно 8 лет назад это было, я его для себя открыла, вот до сих пор закрыть не могу и не собираюсь. Так, ну, эту часть мы пропустим, Юлия меня уже представила, поэтому перейдем непосредственно к презентации. Что же мы сегодня узнаем? Во-первых, что такое тренд, поговорим немножко про тренды в общем и каким образом тренды представлены в УМК English File Force Edition. Поговорим о том, какие тренды там есть и каким образом мы можем их использовать на занятиях по английскому языку. Так, и, как я уже вам сказала, начнем с того, что же такое тренд. Сейчас это такое модное слово, уже несколько лет используется повсеместно в сети очень популярно. Так, да, что же такое тренд? Тренд – это устойчивая во времени тенденция, развивающаяся в настоящее время направление. То есть, тренд – это, в общем-то, не то, что, как бы, тренд – это то, что будет. Но мы уже начинаем об этом активно говорить сейчас. И что еще нужно сказать? Что тренд имеет свой жизненный цикл. тренд рождается, потом у тренда появляются последователи, он начинает копироваться, да, потом он уходит в мейнстрим, ну и, наконец, он умирает, и на смену ему приходит новый тренд, то есть, происходит смена парадигмы. Такая вот цикличность есть. Поэтому, если мы говорим про какие-то тренды сейчас, это не значит, что они всегда будут трендами, да, через какое-то время на смену им придут новые. Вот, но те тренды, которые представлены в УМК English File, они актуальны абсолютно, тем более, это четвертое издание, в общем-то, оно совсем недавно появилось. Вопрос такой, может ли обсуждение трендов мотивировать студентов, изучающих английский язык, и как? Ну, я работаю со взрослой аудиторией, то есть, это или студенты, или аудитория в языковых школах, поэтому, поэтому, в общем-то, я могу уже судить о том, можно ли мотивировать студентов, взрослых, да, с помощью обсуждения трендов. Я люблю приводить такой пример, это у меня, наверное, самый-самый такой яркий и любимый пример из моей практики, когда у меня в языковой школе занятия начинались в 8 вечера, соответственно, час 20, заканчивались в 9 часов вечера 20 минут, поэтому, это поздно, да, даже для взрослых студентов, для людей, которые работают, конечно, утром вставать нужно рано, для меня это тоже было поздно, хотя я сова с большим стажем, но, тем не менее, и поэтому нужно было искать какие-то дополнительные способы мотивировать студентов. Естественно, когда взрослая аудитория приходит изучать язык, конечно, у каждого из людей уже есть мотивация, да, то есть мы не можем заставить взрослого человека захотеть изучать язык, то есть кто-то изучает для работы, кто-то для какой-то учебы еще дополнительной, кто-то для того, чтобы уехать, да, поучиться, поработать, опять же, там, за границу, но в любом случае у каждого есть какая-то своя мотивация, да, но если занятия проходят так поздно, да, да, и может быть какие-то еще там другие моменты сопутствующие есть, то мотивация может ослабевать, и вот чтобы этого не допустить, конечно, приходится что-то придумывать. на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, вот и по моему опыту уже, да, могу сказать, что действительно обсуждение трендов может мотивировать в таком случае. Почему? Потому что, во-первых, конечно, студенты учат язык, да, и это первый такой вот, первый момент, да, то есть за которым они пришли на занятия, но второй момент, то есть они понимают, что они могут обсудить самые популярные вещи на данный момент, да, какие-то тренды, новые тенденции, и не просто о них поговорить на родном языке, они могут это сделать на иностранном языке, и, конечно, это и самооценку повышает, ну, и, в принципе, осознание того, что, да, я могу это сделать, я, и плюс я узнаю что-то новое, да, это не просто так, что я выучил какое-то время новое или что-то еще, да, в плане языка, а я именно узнал что-то новое из, там, жизни общества, ну, и так далее, да, то есть вот тут идет вот с двух сторон, получается, вот такой двусторонний процесс, да, мы узнаем о разных вещах, и это плюс, да, то есть это такая вот, мне кажется, это удовольствие в квадрате, когда мы можем не просто поговорить на английском о чем-то, да, а именно о тех вещах, которые сейчас актуальны. три часа с 19 до 20, это тоже, да, прям сильно, сильно, ну, вот вы меня понимаете, Светлана, да, потому что это тяжело все-таки, для взрослых тяжело, для всех тяжело, для преподавателей тяжело в такое время заканчивать, вот, поэтому еще раз повторюсь, все-таки я считаю, что обсуждение трендов может мотивировать, о, я смотрю, я не одна, коллеги, в общем, мы с вами в команде, да, мы с вами в команде, вот, 21.15, 21.20, такое, я смотрю, время популярное для занятий, вот, я честно думала, что это такой эксклюзив, но нет, нет, так, теперь перейдем непосредственно к English File, да, какие тренды представлены в УМК English File, да, три академии часа вечером, это сильно, давайте посмотрим, я выделила следующее, это не все, естественно, да, но вот мне, я обратила внимание на такие тренды, charity, startups, lifelong learning, reasonable consumption, и digital detox, а, тут уже танцы пошли, да, до 23 танцую, отлично, значит, мне очень нравится reasonable consumption, я, наверное, с него и начну, ну и плюс, это первый тренд, который освещен данным УМК, да, и этот тренд представлен текстом One woman's now spent year and how she survived, я про эту даму узнала еще в одном из блогов, который я читала в интернете, Яндекс.Дзен, наверное, был, и, то есть, история такая, она решила сэкономить, потому что нужно было платить, там нужно было погасить платеж по ипотеке побыстрее, и решила в течение года максимально экономить, действительно был режим очень жесткой экономии, потому что отказывала себе эта женщина практически во всем, не покупала ни косметики, ни одежды, даже с друзьями не общалась, потому что они в барах в основном встречались, ну и, в общем-то, никаких перемещений за границей города тоже у нее не было, это еще было до пандемии, кстати, вот, и вместо транспорта она использовала велосипед, поэтому много таких ограничений у нее было, но в результате все хорошо сложилось, она все платежи погасила и пришла к интересным выводам. Эти выводы у нас здесь будут в обсуждении, но после того, как студент познакомится с данным текстом, конечно, я предлагаю работать с вокабуляром, я вот такие слова и выражения выбрала как mortgage, to reduce something, to allow oneself something, to afford something, ну и так далее. То есть, некоторые из этих слов и выражений могут быть уже известны студентам, да, некоторые, конечно же, еще нет, например, mortgage может быть новым словом, поэтому в любом случае известны, неизвестны, поработаем с лексикой, здесь можно, да, можно много чего придумать в этом плане и представить ситуации из текста, да, с данными лексическими единицами, и диалоги какие-то сделать, да, попросить студентов диалоги сделать с данными словами и выражениями, иногда использую игру с карточками, да, когда студентам даю какие-то карты, ну, раздаю карточки, да, на которых слова уже известны им, да, и в течение минут или двух им нужно перефразировать эту лексику, да, но для группы, для того, чтобы они угадали, что это за слово, но, соответственно, нельзя называть его, да, то есть мы используем какие-то другие слова, перефразируем словами. Вот, поэтому вариантов работы со словами много, можно брать все, что угодно. Дальше, после того, как мы с лексикой поработали, вот здесь есть интересные идеи. Во-первых, на странице 17 в Student Book у нас есть такой вопрос, как Do you agree with the last sentence of the article? Why? Why not? Последнее предложение, оно такое Maybe we don't know the difference between needing and wanting something anymore. Ну, как раз вот главная героиня говорит о том, что когда люди покупают вещи, им кажется, что им она нужна, на самом деле она им не нужна, им кажется, что она нужна, на самом деле они просто хотят ее приобрести. И вот вследствие этого она пришла к такому выводу, что мы не знаем разницы между needing and wanting. И этот вывод позволил ей впоследствии покупать меньше. Поэтому будет очень полезно обсудить это предложение, этот вывод в группе. Можно разделиться на мини-группы, пообсуждать. Далее, что еще? В Student Book есть также тест Are you a saver or a spender? Дан он в части Communicative page 180. Я вот сейчас вам его покажу. Это просто кусочек из этого теста. Четыре тут вопроса, но их на самом деле больше. Такое-то multiple choice, но я предлагаю все-таки обсуждать, не просто говорить ABC, но и обсудить каждый из вариантов. мне кажется, это будет более интересно. Тем более, могут быть какие-то дополнительные варианты, помимо данных ABC, у каждого может найти что-нибудь интересное еще, какие-то личные примеры, ну и так далее. Возвращаюсь на предыдущий слайд. Какие еще activities можно здесь придумать? Можно продолжить часть discussion, уже какими-то своими вопросами. вот такие вопросы я предлагаю. Would you agree to have a similar challenge? Вообще тема challenges наверное сейчас очень популярна, поэтому мне кажется можно поговорить на эту тему. Следующее What other trends related to consumption do you know? И здесь как раз можно выйти на ряд смежных трендов, которые сейчас тоже очень популярны. Вот здесь я их называю чуть позже, это в принципе минимализм, более общий наверное тренд и decluttering. Все ли знают, что такое decluttering? Тоже очень популярный сейчас тренд, я про него читаю часто в разных блогах, люди пишут, расхламление, да, расхламление. Вот, поэтому сама периодически пытаюсь заниматься этим, очень полезная такая штука конечно, поэтому кстати вот здесь можно если группа уже продвинутая достаточно и интересующаяся этим трендом и хотят еще почитать больше, можно порекомендовать какие-то блоги посвященные минимализму и расхламлению и разумному потреблению, можно даже какие-то книги, возможно там даже почитать на английском, содержание передать на русском, как бы такой вид тоже работы можно предложить, там rendering into English и потом еще предлагают проект нужно представить, что студенты блогеры, но сейчас это несложно представить и они собираются снять видео, допустим для YouTube или какой-то другой платформы посвященное тому, как стать приверженцем какого-то тренда, то есть минимализма, либо расхламления, либо разумного потребления, ну и так далее, то есть мне кажется это может быть интересно, дома они могут снять что-то такое, и потом вы уже вместе посмотрите, обсудите, я думаю, что это будет очень-очень интересно, поэтому здесь можно во-первых конечно использовать те активности, которые предлагает English File, но и естественно выйти за границы его, тут действительно можно разгуляться, так, дальше, следующий тренд это Charity, но если честно, я на нем не собиралась очень сильно останавливаться, просто хотела назвать, такой тренд тоже представлен, и он представлен текстом The Polar Challenge про девушку, которая совершила такое путешествие интересное вот к полярному кругу, и это была благотворительная акция, поэтому в общем-то это сейчас тоже очень популярный тренд, все, что связано с благотворительностью, и естественно можно будет также, как и с предыдущим трендом, найти много примеров, примеров благотворительных организаций, и вообще людей, которые занимаются благотворительностью, пообсуждать, выйти за пределы этого текста, естественно, за пределы просто лексики, которая дается здесь в рамках данного текста, ну и пойти уже дальше, то есть это будет интересно, и какой-то вот research даже сделать. Следующее, интересный очень тренд, мне он тоже очень нравится, Digital Detox, представлен текстом Eleven Ways to Tidy Up Your Digital Life, советы очень простые на самом деле, такого плана, как, скажем, если у вас есть какие-то лишние фотографии на телефоне или фотографии плохого качества, их надо удалить, или если у вас не очень, ну если у вас есть ненужные файлы в компьютере, то же самое, удалите их, или, скажем, вам нужно сократить количество аккаунтов, не аккаунтов, простите, ящиков почтовых до двух, то есть два это максимум, которые у вас должны быть, там, не пять, не четыре, именно два, то есть простые советы, действительно, но когда я читала текст, я поняла, что даже такие простые советы иногда остаются как-то вот за бортом, да, мы иногда им не следуем, и остаются у нас эти ненужные фотографии где-то, да, и фотографии плохого качества, мы все это храним, ну, по крайней мере, я про себя могу сказать, то есть вот как-то руки не доходят до этого, а это вот такие мелочи, которые будут полезны, и я почему на этом останавливаюсь, потому что, во-первых, конечно, это серьезная проблема сейчас, да, поскольку мы живем в этом таком диджитал пространстве, поэтому студентам будет интересно и себя проверить, да, посмотреть вообще, на самом деле, нужен ли им этот детокс или не нужен, да, и делают ли они, следуют ли они таким простым советам, или же нет, вот как я, может быть, и тут вот стоит начать именно с мелочей, поэтому тут действительно вот больше даже, то есть не только про английский, да, не только про новые слова, про вокабуляр, а именно вот про какие-то вещи, которые базовые, да, связаны с трендами, которые, в общем-то, может быть и понятные, известные, но они будут очень полезны для всех студентов. Какие активности тут можно нам с вами придумать? Давайте начнем с вокабуляра, также я выбрала следующие лексические единицы, to keep in touch, to forget a password, to answer an email, to have something at your fingertips и так далее. Вот, то есть действительно интересные фразы, да, интересные какие-то слова, здесь есть полезные, главное, да, то есть то, что нам нужно для того, чтобы обсудить нашу такую digital life. Поэтому также мы можем работать с вокабуляром, как я уже говорила сегодня, и карточки могут быть, да, со словами в качестве игры, и ситуации, и собственные примеры, примеры собственной жизни, связанные с этими словами, вопросы с каждым, например, выражением, да, с каждой лексической единицей, да, для того, чтобы как-то спровоцировать студентов на использование тех или иных лексических единиц. Поэтому действительно можно много активностей придумать. что еще, дискашн, опять же, да, how many photos do you have on your phone? Are they organized into albums? How quickly could you find a photo you wanted to show someone? Это часть дискашн, которая дается у нас на странице 92 в Students Book. Do you have any apps on your phone that you never use? How many email accounts do you have? И так далее. То есть тоже, да, вопросы простые про нашу digital life, но заставляют задуматься, действительно, да. Ну, спасибо, да, Тамара. Правда, тоже считаю, что очень интересная тема для обсуждения и полезная. Так. Что еще? На странице 93, то есть после того, как мы уже почитали про все эти tips, обсудили немножко, следующая часть с обсуждением связанная, да. Which of the tips in the article would be most useful for you? Choose your top three, then discuss your choices in small groups and say why. Можно добавлять какие-то, да, естественно, да, то есть может быть студенты поделятся своими какими-то tips. Уровень pre-intermediate представлен здесь. Oh, sorry, intermediate. Пардон, пардон, да, intermediate. Writing. Также на данном уровне дается, иногда даются какие-то задания, которые связаны с writing, да, и это очень полезно. Writing article about the advantages and disadvantages of smartphones. То есть вот здесь мы выходим как раз и на writing, что очень, конечно, полезно, особенно вот если студенты в дальнейшем когда-то там планируют, может быть, сдавать экзамен какой-то международный, да, поэтому им вот такие навыки потребуются. Поэтому очень хорошо, что в English File даются такие задания, и это не только разного вида эссе, это там и письма есть, и рекламные объявления, то есть действительно очень много заданий, которые связаны с writing. Даже там написать биографию человека есть такое задание, но это уже, конечно, не относится к теме digital detox. вот следующий стартап, следующий тренд, следующий стартап, следующий тренд это стартап business ideas, ну, тоже сейчас стартапы очень популярная тема, про них много говорят, многие хотят заняться там какими-то своими бизнес-проектами, поэтому вот такой текст, который здесь представлен, in the Dragon's Den, будет, я уверена, студентам очень интересен. In the Dragon's Den это текст про шоу, может быть, вы слышали про него, шоу, которое шло в Великобритании, но и также было приобретено другими странами, шоу, которое, реалити-шоу, предполагало участие в нем людей, которые хотели поделиться, так скажем, своими идеями, бизнес-идеями, то есть они хотели попросить деньги для того, чтобы реализовать свой бизнес-проект. И судили, судьями в этом, ну, так скажем, судьями, в этом проекте выступали известные, достаточно, недостаточно богатые люди, знакомые с проектом, богатые люди, которые были готовы проспонсировать те проекты, которые им нравились. И после того, как мы общую информацию почитаем про это реалити-шоу, есть еще кусочки, это начало истории трех людей, которые представили свои проекты на этом шоу, и окончание этих историй мы узнаем уже из listening. Кстати, вот тут представлена информация про расческу известную, да, студенты, да, хотят узнать больше, это хорошо, да, это хорошо, согласна с вами. Tangle Teaser, да, может быть, вы слышали про нее, может быть, пользуетесь, очень сейчас известная расческа, да, которая распутывает волосы, и как раз парикмахер, который представлял эту расческу, выступил на этом реалити-шоу, хотел попросить денег на свой проект, но ему отказали, кстати, и что произошло через несколько лет, он все-таки стал очень известным, ну и тем более сейчас расческа известна во всем мире, и потом уже через какое-то время он продал свою, ну практически там империю, да, ну очень крупную же компанию за баснословные деньги, то есть все-таки он пришел к славе, к известности, к большим деньгам, но вот не, вот не с помощью спонсоров, да, которые выступали на проекте. Тоже такая вот интересная история получается. Значит, что здесь у нас? Во-первых, ну помимо того, что мы, как обычно, работаем с вокабуляром, мы выбираем те слова, которые, как нам кажется, будут полезны для аудитории, и опять дискуссионные. Which of the products would you be interested in buying or definitely not interested in buying? Why? Do you think they are or could be successful in your country? Why? Why not? Вот такой вопрос нам предлагает English File. и второе. Think of one existing startup project and tell the class about it. What makes it special? То есть, это вот тот вопрос, который я уже предлагаю. То есть, тоже выходим немножко за рамки тех активностей, которые даются в English File. И как раз вот здесь можно провести такой research каждому из студентов, да, и узнать, может быть, даже у них уже есть какие-то свои стартапы, это будет еще интереснее, если они расскажут про свои проекты, может быть, кто-то из их друзей чем-то таким занимается. Я думаю, что это будет очень интересно. И можно попросить их, естественно, использовать ту лексику, которую вы выбрали для них из данного текста, для того, чтобы они как раз практиковались в использовании этих лексических единиц. Далее. Еще интересное activity это project, который дается на странице 79, тоже student book, work with a partner, imagine that you are going to appear on the program, choose one of the products below or invent your own. Ну, и тут даются разные продукты, это a chair, a drink, a lamp и так далее. То есть, ну, достаточно простые, вот, an app, уже что-то связано больше с digital пространством, так скажем, да, но в любом случае студенты могут выбрать что-то свое, да, и необходимо представить этот продукт, аудитории и в качестве подсказки такой, ну, и помощи вот такая вот форма специально дается здесь, вот, видите, в коробочке, в рамочке. Presenting a product, здесь есть клише, которые помогут, ну, и стартовые фразы, которые помогут представить этот продукт, ну, и будут выступать также в роли плана, в виде плана. Тут вот есть и our slogan is, и this product is for, и так далее. То есть, здесь будет легче ориентироваться, и уже они не упустят что-то важное, когда будут представлять свой продукт. Можно, кстати, ну, здесь вот, да, work with a partner, можно, я думаю, нам и индивидуально, можно и в парах, как будет лучше, конечно, как будет им интереснее. Вот, это то, что касается трендов, которые представлены в English File 4th Edition, да, но это не все. Я когда думала про тренды, я вот уже со всех сторон ходила вокруг этих трендов в English File, а потом оказалось, что их, на самом деле, намного больше, то есть, это и тренды в обучении есть, тренды еще, как soft skills, как тренды, и, кстати, вот на курсе я об этом говорю. Но, я еще посмотрела на тренды с другой стороны, на те тренды, которые в English File представлены. Я вспомнила про пирамиду, известную пирамиду Абрахама Маслова, я думаю, вы все с ней знакомы, да, такая очень-очень популярная. На первом уровне у нас физиологические потребности, потом потребности в безопасности, потребности в принадлежности, потом в признании, потребности в самовыражении. вот такая пирамида, да, и я попыталась представить те тренды, которые представлены именно вот в данном учебнике, так как, про который я вам сегодня рассказывала, я попробовала их разместить на этой пирамиде, да, на разных уровнях этой пирамиды, и я вот как раз тексты использовала для этого. Давайте посмотрим. То есть первый этап, первый уровень у нас потребности, ну, это физиологические наши потребности, и здесь как раз вот на первом уровне можно разместить текст eat and drink, but at the right time. Следующее у нас потребность в безопасности, да, получается, ну, вот то, что, да, в безопасности, здоровье, стабильность, и здесь как раз у нас идет текст, тоже из English file, what is the best sport for your body type. Далее у нас потребность в общении, да, то есть мы представляем себя частью социума, да, и тут и любовь, и дружба, и просто общение в целом, да, и сюда можно поместить текст how birth order influences your personality. Вот, выйти как бы вот отсюда можно выйти на такие ценности, которые представлены на третьем уровне. Потом in the dragon's den, это текст, про который мы сегодня с вами говорили, да, связанный со стартапами, и он коррелирует, вот, посмотрите, с четвертым уровнем, это потребность в признании, тут и потребность в уважении окружающих, и самооценка, ну, естественно, когда люди занимаются бизнесом, я думаю, что одна из целей, в том числе, это, это есть и в том числе и потребность в признании. Ну, и, наконец, вот этот вот верхний уровень, которого, кстати, не все достигают, по словам того же Маслова, это потребность в самовыражении, да, то есть потребность личного совершенствования, персональное развитие. И здесь вот этому верхнему уровню соответствует, ну, как мне кажется, текст The Polar Challenge, который у нас посвящен благотворительности, да. То есть вот здесь какая-то вот самоотдача идет на этом уровне, да, где-то альтруизм, поэтому вот как раз на этот уровень мы можем разместить текст The Polar Challenge. Вот, то есть тренды можно представить еще и вот в таком виде. И я думаю, что и со студентами можно обсудить такую пирамиду, и так что, если хотите, возьмите себе это на вооружение, да, представьте те тренды, которые есть в English File Force Edition в виде пирамиды Маслова. А можно использовать, кстати, и какую-то другую систему ценностей, в общем-то, теорий достаточно много, просто это, на мой взгляд, самое популярное, самое известное. Но, в принципе, вот в этом направлении можно подумать, да. И, конечно, да, Светлана, да, дать им личный пример из своего опыта, да, согласна. Уважаемые коллеги, какие-то, может быть, вопросы у вас есть? Вы так сегодня очень активно писали, мне приятно было. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу, но, в принципе, вот это все, что я хотела вам сказать по поводу трендов, которые представлены на данном уровне English File Force Edition, ну и надеюсь, что вам было интересно и, главное, полезно. Коллеги, а я напоминаю, что мы сейчас набираем слушателей на курс Марии. Вот то, что сейчас она вам рассказала, это будет намного расширено. У нас там три модуля, да, Мария? Вот, и сейчас у нас для вас ссылочка на регистрацию. Записывайтесь на курс, мы вас обязательно пригласим. Вот. И он на английском. Он на английском языке, да, как раз-таки, like a practice, your English на этом курсе. Поэтому приглашаем, пожалуйста, участвуйте, записывайтесь, и мы обязательно с вами свяжемся. Спасибо огромное, Мария. Всегда рада вас видеть. Спасибо. Мы так часто теперь с вами встречаемся. Да, это точно, да. Спасибо, Юля. Спасибо всем. А я сейчас, да, приглашу следующего нашего спикера. Это Тамара Чередниченко. Подключайтесь, пожалуйста, это преподаватель английского языка с 24-летним стажем, специалист по подготовке к кембриджским экзаменам и основному государственному экзамену, а также основатель и руководитель частной школы Therapy English School из Екатеринбурга. И она назвала свое выступление как раз-таки по-другому бесс-селлеру, который тоже человек выбрал и работает по нему очень долго. Почему я выбираю новидейцев для обучения взрослых? Итак, Тамара, ждем вашего подключения. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы меня так ярко представили. Вам добрый вечер уже из Екатеринбурга. Действительно, я с удовольствием слушала сейчас представление одного из прекрасных учебников English File, но моя любовь, мое сердце принадлежит следующему изданию. Это Navigate. И я сейчас постараюсь вам рассказать пять причин, по которым я выбираю работать именно по этому пособию. Давайте посмотрим. На самом деле, когда я в 2015 году одна из первых в Екатеринбурге начала применять данное пособие, о нем еще мало кто знал. В основном работали по Headway, по English File. Я по ним тоже работала, но я тот человек, который не стоит на месте и которому хочется попробовать что-то новенькое. И когда я начала свою работу по данному пособию, по данному курсу, были еще изданы в линейке такие уровни, как Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate и Upper Intermediate. И буквально через несколько лет после того, как я начала работу, появились еще самый первый наш кирпичик, это Navigate Beginner, и затем появился у нас Navigate Advanced. Таким образом, данный курс представлен абсолютно на все уровни. Поэтому можно сказать, что он подойдет абсолютно всем. И новичкам, и тем, кто совершенствуется, находится в развитии, еще продвинутым ребятам и продвинутым нашим студентам, которые хотят взять от жизни все. На самом деле, это очень круто. И я считаю, что подход этого курса, он немножко другой, за что я его и полюбила, и тоже не хочу от него отказываться. Куда же заведет нас курс Navigate? На самом деле, это очень всем известные три наших прекрасных сферы. Это work, потому что сейчас многие наши студенты, взрослые студенты, хотят применять английский язык на работе. И очень у многих даже заработная плата зависит от того, является он тем студентом, который, тем работникам, сотрудникам, которые знают иностранный язык, и это его выделяет и ставит на ступеньку выше от тех сотрудников, которые иностранным языком не владеют. И своим студентам я постоянно подчеркиваю эту разницу. Старис, обучение. Век живи, век учись. Сейчас наше обучение не останавливается ни на школе, ни на колледже, ни на университете. Это long life process. Я думаю, что кому, как ни нам, преподавателям, об этом знать. И, безусловно, многие темы помогут нашим студентам учиться в разных сферах, не только изучая английский язык, а делая так, что английский язык будет классным инструментом. И, безусловно, social life. Прекрасные есть у меня отзывы от студентов, когда они впервые едут за границу, пытаются использовать английский язык, потом мне в Телеграме записывают, кругленькие обращения, говорят, Тамара, мы, благодаря навигейту, используя фразы, которые вы нас учили, мы пообщались и на таможне, мы пообщались в магазине, мы заказали себе чашечку кофе, наконец-то, на иностранном языке. Мы сумели купить себе нужное платье и туфли. Причем мы построили не какой-то короткий диалог, а сумели действительно пообщаться. Я вижу, как у них горят глаза, я вижу, какой кайф они от этого получают, и это на самом деле здорово. И для кого же подойдет у нас данный курс? Данный курс подойдет, конечно же, для взрослых, и взрослые – это на самом деле большой контингент наших студентов, которые сами принимают решения на обучение, да, вы это знаете. Иногда, потому что деток, подростков, родители приводят там чуть ли не за ручку, они хотят закрыть какие-то пробелы, а наши взрослые студенты, безусловно, делают это сознательно, и это уже их собственный выбор, поэтому они и стараются на все сто. Поставьте, пожалуйста, плюсик или поставьте огонечек те, кто с курсом Navigate уже знаком, кто по нему уже пробовал работать. Здорово. Пока нет, да, Яна вижу, да, замечательно. Хорошо. Ирина, супер, Павел, класс, отлично. Ангелина, будете слушать, я думаю, что вам курс зайдет и очень понравится. Прекрасно. Я работаю по данному курсу, начиная с конца 2015 года, и я, проанализировав всех своих студентов, разложив их по полочкам, пришла к тому выводу, что этот курс пойдет для более продвинутых, для более современных молодых людей, и не только молодых. Скажу вам по секрету, что у меня самым взрослым студентам сегодня за 60, и они с удовольствием занимаются по этому курсу, не отставая от современного темпа и ритма жизни. И это на самом деле классно, нам всегда есть что обсудить. Для кого же подходит данный курс? Для взрослых с активной жизненной позицией, для студентов, которые готовы расширять свои горизонты, не стоят на месте, для тех, кто имеет свою точку зрения и желает ее высказать. Пусть это будет в письменном виде, пусть это будет в устном виде, пусть это будет смс, пусть это будут комментарии под постом, все это мы разбираем на данном курсе. Для тех, у кого есть цель выучить английский язык, для нескольких сфер сразу, кто любит путешествовать, переписываться на английском, слушать подкасты и брать от жизни все. И, конечно же, кто хочет развиваться как личностно, так и профессионально, этот курс вам идеально для ваших студентов подойдет. И сейчас я хочу более подробно рассказать о тех пяти причинах, по которым я выбрала Navigate и не собираюсь от него пока отказываться. Во-первых, это мотивирующее содержание и учет психологических особенностей студентов, потому что вы сами прекрасно знаете, что пособия для детей и для подростков, конечно же, по подходу отличаются. Современный подход к обучению взрослых и развитию всех навыков. Это у нас и speaking, и writing, и listening, и use of English, и абсолютно все, что мы можем развить сейчас в нашей современной действительности. Это новый подход, который называется Oxford 3000. Это отбор лексики по определенным параметрам. И какого года издание, смотрите, оно издалось изначально в конце 2015 года. У нас на полках оно появилось в 2016, сейчас второе издание. Я думаю, что будет рассылаться запись, нужно будет об этом спросить, конечно же. Четкая структура каждого юнита, поддержка учителя при подготовке к занятиям и аутентичные материалы высочайшего класса, пусть и качества, и отличные дополнительные ресурсы, о которых я вам тоже сегодня расскажу. На самом деле, чего здесь только нет. Но давайте по порядку. Мотивирующее содержание и учет психологических особенностей студентов очень важен, потому что когда мы с вами открываем книгу, нам она должна нравиться самим. И если честно, когда я только впервые взяла часть, а я начала работать с pre-intermediate, с вот такого красного пособия, я, если честно, сама с удовольствием перечитала все тексты, сама с удовольствием ответила на все вопросы, и я поняла, что меня это цепляет. А если пособие цепляет преподаватель, вы прекрасно знаете, что он может зажечь и студентов. И хочу сразу забежать вперед и сказать, что это пособие подходит как для работы face-to-face, да, один на один, one teacher, one student, для работы в парах, в мини-группах и для групп, конечно, размером побольше. Самая большая у меня была группа, по которой я работала, это 12 человек. Тексты основаны на научных исследованиях, апробация курса была проведена в 18 странах и пилотным проектом являлась более чем в 200 точках вообще по всему земному шару. И учебник содержит международный контент. То есть, если раньше я привыкла к тому, что в основном тексты, аудирование и другие задания были связаны, в общем-то, с English-speaking countries, будь то, пожалуйста, Great Britain, the USA, New Zealand, Australia, то здесь авторы учебники пошли на расширение границ, и это пособие, этот курс на каждом уровне, он более глобальный, он более масштабный. И что касается шестиступенчатого подхода, который пронизан на самом деле везде, во всех пособиях, во всех рабочих тетрадях и во всех других программах. Помните, как сказал наш древний прекрасный философ Конфуций? Покажи мне, да, расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Вовлеки меня, и я научусь. Чем меня покорил на самом деле этот учебник? То, что первая ступенька, отлично разработанная абсолютно на каждый модуль, на каждый урок, на каждый буквально разворот, это Engage. Мы вовлекаем студентов Discussions, Beautiful Photographs, Some Quotations, чего здесь на самом деле только нет. Затем идет Grammar Presentation, Grammar Practice, Vocabulary Presentation, Vocabulary Practice, and of course it's Reflection. И эта стадия у нас проходит абсолютно в каждом модуле, в каждом юните, и позволяет отрабатывать все навыки в очень хорошем темпе. И, конечно же, мы в итоге выходим на продукт. Либо это Speaking, либо это Writing. Но, тем не менее, когда подводим итоги модуля, нам есть что вспомнить. На самом деле, нам есть вспомнить и Discussions, мы вспоминаем и тексты, мы вспоминаем и также различные психологические тесты, которые здесь проводили. И на самом деле, благодаря данному курсу, студент узнает самого себя изнутри. Это здорово. То есть он растет личностно, он уже интересуется языком, как инструментом самопознания, познания мира вокруг, и это, конечно, прекрасно. Современный подход к обучению взрослых и развитие всех навыков, конечно, нашел отображение буквально на каждом уровне. И отбор лексики происходит здесь по Oxford 3000. Что это такое? Во-первых, как вы знаете, лексика в любом случае в пособии разделена на уровни, согласно CEFR, а Oxford 3000 – это список трех тысяч ключевых слов, которые были тщательно отобраны экспертами и ведущими преподавателем и получили свой приоритет при изучении лексики, в силу того, что эта лексика значима и полезна. Что получает от этого наш студент? Студенты получают часто употребляемую лексику, которая им необходима в современном мире, более быстрый процесс в изучении языка и словарный запас, который, конечно, повышается постепенно и значимо, очень сильно ощущается под конец каждого, даже не то что уровня, а каждого юнита даже, можно сказать. Поэтому очень важно работать с нашими студентами, и я всегда делаю акцент. Ребят, мы с вами учим не просто лексику, которая устарела, что если вы будете общаться или куда-то поедете, вас никто не поймет. Пожалуйста, забудьте об этом. Эта лексика самая современная, самая значимая. У меня буквально недавно был случай, девушка до закрытия еще границ и до текущей ситуации уезжала за границу, мне звонит с восторгом, говорит, Тамара, представляете, мой английский, вообще похвалили, начиная просто с аэропорта, начиная с таможни. Мне сказали, у меня классное произношение, я говорю очень красиво, очень грамотно. Она говорит, я не могла просто, я просто расцвела в улыбке, и как было приятно знать, что я учу нужный английский язык современный, и тот, который действительно пользуется спросом в современном мире. Для меня это, конечно, был просто бальзам на душу. Конечно же, коммуникейтинг, для чего мы учим язык, для чего наши студенты учат язык? Это для коммуникации. И коммуникация, будь то устная или письменная, она, безусловно, находится в центре, в центре внимания. Чем мне очень понравился курс, то, что мы с вами на каждом уровне можем видеть реальную ситуацию общения с примерами, с соблюдением норм и правил этикета стран изучаемого языка, прекрасно разработанные leading, warm-ups, и говорение, оно присутствует практически, не практически, а на каждом занятии, потому что все задания на pre-reading, pre-watching, pre-listening, они у нас обсуждаются. У нас это проходит бурная дискуссия. Мы можем соглашаться с друг с другом, мы можем не соглашаться, мы можем поспорить, но тем не менее это общение. И, конечно же, там есть в данном пособии определенные разделы, которые называются Unlock the Code Activities. Если честно, я увидела вот такие вот коробочки, такие boxes впервые в данном пособии, на что они направлены. Вы прекрасно знаете, что когда наши студенты начинают изучать только английский язык, у них речь не очень связная, им, дай бог, правильно предложение построить, и чем дальше мы идем в погружение в язык, мы, конечно, хотим, чтобы было fluency, была у нас гладкая такая, плавная, красивая речь. И Unlock the Code позволяет услышать, где слияние, где одно слово влияет на другое, как контекст понимает, помогает понять значение слова, как построить предложение и правильно его проинтонировать, как использовать вот эти знания в реальной жизни, и как сделать свое выступление, свое общение более беглым и более быстрым. Я представила сейчас на своем слайде те темы, которые уже на уровне elementary, мы берем в оборот, что называется, мы внимание большое уделяем этим аспектам. Смотрите, какой большой список. И это уже на уровне A1 к нам приходят студенты, выходя на уровень A2, тренируя вот эти вот прекрасные навыки общения, что они у нас учатся уже на не таком высоком уровне. How to introduce yourself and your partner. Важно не только представить себя, да, важно на самом деле еще и уметь представить себя и в рабочей сфере, и уметь представить своего партнера, например, делового партнера. И даже на уровне elementary студенты с этим будут готовы справиться. My family and occupation, потому что захочется перекинуться парой слов, а ты чем занимаешься, какая у тебя семья. My day здесь очень интересно представлен на самом деле с точки зрения body clock. Мы же все early birds, late birds. И здесь мы также знакомимся с текстами, которые являются таким подспорьем, таким небольшим тестом для себя. Что лучше для жаворонгов, что лучше для совошек, какие биоритмы мы должны услышать, как лучше нам распределить нагрузку в течение дня. И многие студенты, даже читая этот текст, говорят, да, мне в жизни здесь нужно сделать вот это, а вот это вот лучше мне убрать. How to make an arrangement. Студенты могут на уровне elementary прекрасно описать свой город и описать место, допустим, отдыха, куда они поехали, либо в посте, либо в открытке, либо в имейле, да где угодно. Making requests, asking for directions. Тоже отличная тема. У меня был тоже такой случай, у меня студент рассказывал, когда в Екатеринбурге проходил чемпионат по футболу в 2018 году. Он говорит, Тамар, спасибо большое, что мы эту тему asking for directions разобрали. Я спросила, почему? Он говорит, ну как, представляете, волонтеров не хватает, вечером иностранцы идут домой, останавливают пешеходов, а вот не все же могут на английском разговаривать. И я стояла в центре, у нас есть улица Вайнера, центральная пешеходная зона в Екатеринбурге, и работал, говорит, просто разводящих. Вокруг меня уже просто, говорит, потом собралась толпа, я уже просто рассказывал, как кому проехать куда, как пройти, какие места можно посетить. И сказал огромное человеческое спасибо, что мы это проходили. Он был на самом деле чрезмерно просто горд собой. Buying things and services. Как купить какие-то продукты, заказать и так далее. Тоже интересный был случай. У меня молодой человек сделал заявку в Алиэкспресс, проплатил, ему пришло не то, что нужно. И говорит, как мне письмо-то написать, Тамар, потому что я не знаю, как правильно сформулировать, а мне нужно вернуть товар, заменить его на другом. Говорит, слушай, как раз здорово, мы в нашем курсе будем это писать. Мы будем писать те электронные письма, которые позволят нам вернуть товар, заменить на другой. И оказалось, что эти навыки очень востребованы в современном мире. Как правильно согласиться, как вежливо не согласиться. Потому что иногда русских студентов и нас, русских, принимают не очень хорошо за границей, потому что еще мы и не всегда используем нужные формы вежливости. А здесь мы все разбираем. Asking information at a train station. Asking about recommending a place to eat. Все же мы ходим в кафушки, в рестораны, и, конечно же, делимся своими впечатлениями с друзьями, подругами. И тут мы менялись рекомендациями, обсуждали. Получилась очень живая дискуссия. И на самом деле, благодаря рекомендации друг друга, студенты пошли, вместе собирались даже в кафе, в ресторанах и расширили свой кругозор. Giving preferences and giving reasons. Offering to do something together and speaking on the phone. Потому что есть, опять же, свои этикетные шаблонные фразы для разговора по телефону. И наши прекрасные студенты, безусловно, могут уже на уровне elementary этим пользоваться. Writing. От простого к сложному. На самом деле, все навыки мы развиваем от простого к сложному. И если первые имейлы, они совсем коротенькие, они буквально в несколько строчек, то в конце мы уже можем CV написать на английском, приведя все места работы, свой опыт и так далее. И все это прослеживается через всю линейку этих курсов, через разные уровни. И потом студенты умиляются и видят, что смотрите, как мы писали раньше, могли буквально три предложения написать. И что мы уже сейчас умеем. Это же так здорово. Что мне очень здесь еще нравится. Представлены примеры и образцы, из которых можно выбрать. Часто бывает, что в пособии представлено одно письмо, допустим, и все. Здесь представлены от двух до четырех вариантов, и студенты могут выбрать, что ближе им по душе. Что им проще переделать под себя, что им проще использовать, всегда есть выбор. Личное письмо представлено сразу в трех стилях, что тоже очень важно. Потому что я каждый раз подчеркиваю, что студенты, уважаемые, мы можем писать, как официальное письмо, и там свои нормы. И мы можем с вами писать личное письмо другу, и там тоже свои нормы. А есть стиль нейтральный. Так что на протяжении обучения по курсу Navigate студенты знакомятся со всеми этими форматами. In neutral style, informal и informal. И, безусловно, представлено большое разнообразие видов письменных работ для повседневных ситуаций, будь то в личном общении, либо на работе, в деловой переписке, или просто общение с друзьями и коллегами по всему миру. Даже если мы возьмем с вами, опять же, за опору взяла сейчас уровни elementary. Первое, что пишут наши студенты, feeling in an ID card and a personal profile. Describing a place where you live an email, imperatives, postcard reviews, text messages, website comments, recommendations, notices and reviews. И очень интересно, что благодаря этому курсу многие очень мои студенты смогли подготовиться очень эффективно к кембриджским экзаменам. Хотя этот курс не заявлен как чисто курс для подготовки к ним, здесь можно найти очень много форматов, которые вам к этому приведут и помогут. Более того, хоть учебник и заявлен у нас как truly adult, мы с вами, мы русские, скажем, учителя, очень креативные. Мы можем использовать один курс, конечно же, и для нескольких аспектов. И, честно говоря, я беру writing и, допустим, listening, и speaking, и watching для подготовки к экзаменам. И мы можем найти и обсудить очень многие вещи, и они соответствуют нашим нормам, нашим правилам, и на самом деле это очень здорово. Идем дальше. И следующий навык, который я хотела бы разобрать, это listening. Что меня здесь просто на самом деле покорило, это listening and watching. Мы можем не только развивать слух, а также можем визуально с опорой на прекрасные подобранные ролики посмотреть, что происходит в мире. Поскольку этот курс более глобальный, раздвигает наши рамки, и людям хочется посмотреть, как живут люди в других странах. Кстати, в вот этом уровне, в уровне Navigate, в Pre-Intermediate, представлена Россия. Здесь прекрасный текст про Ханты-Массикс, как самый холодный город, в котором побывал иностранный турист, и он пишет свои впечатления. Очень забавно, но на самом деле, я думаю, русские люди, прочитав этот текст, и наши студенты, конечно, вместе с нами улыбнутся. Я запомнила, прекрасное шло описание иностранцем, который еле долетел, еле добрался. В итоге он написывает, что он одел 14 элементов одежды, замерз, и его хватило только буквально на 10 минут на улице. Он говорит, ребят, как вы здесь живете? Что мне очень импонирует, аудирование представлено, безусловно, в каждом юните, практически в каждом уроке. Треки записаны носителями языка из разных стран. То есть мы можем не только одного озвучивающихся или двух озвучивающих экспертов послушать, мы можем послушать с вами и африканца, и представителя Бразилии, и австралийца, и британца, и американца. И это так здорово, потому что это прекрасная практика ушек наших любимых студентов. Чем больше мы слушаем, чем больше мы слышим, тем больше мы набираемся опыта, тем мы можем лучше распознавать вот эти звуковые сигналы, единицы и смыслы на слух. Какие форматы представлены абсолютно в любом курсе, в любом абсолютно учебнике, на любом уровне? Это, безусловно, монологи, это диалоги, это интервью, это собеседование на работу, это подкасты, это примеры реального общения на улицах, радиопередачи, это ток-шоу, и, безусловно, документальные фрагменты. Смотрите, какое разнообразие у нас и видео, и аудио здесь представлено. Мы развиваем эти навыки буквально со всех, со всех сторон. И reading, потрясающие тексты с отличными фотографиями, которые прекрасно подходят для pre-reading exercises, для lead-in всех занятий, это очень здорово. Что здесь заложено, на что я обратила внимание, в отличие от других курсов. Oxford заявляет reading for tomorrow, что это значит. Ключевая лексика, она переходит из текста в текст и многократно повторяется, а не остается только на одном юнити. Потому что бывает так, мы тему прошли, выучили ключевые слова, прошло буквально 2-3 недели, возвращаемся к какой-то лексике, а мы ее уже и не помним. А работа с лексикой, она продолжается, вот так вот проходит красной линии на протяжении всего курса, благодаря этому она не забывается. Тексты богатой информации, посвящены разным культурным аспектам и прекрасно подходят для разных видов чтения, для обучения разному виду чтения, что тоже немаловажно для подготовки к экзаменам. Это reading for gist. Reading for gist это у нас чтение с пониманием ключевой идеи, ключевого смысла текста. Reason for detail, где мы ищем определенные даты, события, места и так далее. А более высокие уровни в рабочих тетрадях содержат reading for pleasure, где у нас студенты могут просто сесть спокойно, открыть разворот и практически неадаптированный кусочек текста прочитать и насладиться. Не залезать через каждые 5-10 слов в словарь. Это просто прекрасно. И чем отличны тексты, тем, что они, конечно же, являются контекстом употребления нашей лексики и нашей грамматики. То есть, когда студенты работают с текстом, они видят, как употребляется это слово с точки зрения use of English, как эта грамматическая конструкция играет, как она работает на нас, как мы можем ее использовать, какой контекст употребления той или иной грамматической структуры. И уже потом потихонечку делают выводы. Что мне очень, безусловно, хочется здесь отметить, мы, преподаватели иностранного языка, люди креативные, но при этом мы любим четкость, мы любим порядок и мы не любим хаоса. Поэтому, когда у нас есть определенная структура, по которой мы работаем, и студентам нашим проще, и, безусловно, нам проще готовиться к занятиям, и мы уже знаем, какой урок, из которого, скажем, вытекает логически и что будет в финале. И когда студенты приучены к определенной структуре, к определенному формату занятий, к определенной последовательности, конечно же, работа над языком идет более эффективно. Первый, второй урок, это посвящение у нас, безусловно, grammar and vocabulary. Мы сначала, конечно же, на разогреве узнаем, что студенты уже знают, что они хотели бы узнать, и в конце юнита мы смело можем подвести жирную черту, чему мы научились в плане грамматики и лексики, что мы узнали нового. Но представление лексики и грамматики в контексте у нас происходит на уроке 1 и 2. Дальше, конечно же, у нас урок или даже несколько уроков посвящено отработке. Мы отрабатываем лексику, мы делаем grammar drills, мы делаем skills development, мы уже учимся самостоятельно делать задания и работать с контекстом, и смотреть, как у нас работает данная конструкция в живом английском языке. speaking и writing. Вот они наши productive skills. Для чего все это делается? Для того, чтобы вывести в продуктивный какой-то навык, чтобы развить speaking, развить writing, что мне здесь безумно нравится. Это создание реалистичных ситуаций общения, раздел language box, а они в учебниках представлены в таких биржевых коробочках. Что там есть? Там есть все клише по темам, которые нужны, по темам общения, уже готовые заготовки. Примеры написания письменных работ и key language boxes, та ключевая лексика, которая у нас ходит в Oxford 3000. Хотела чуть-чуть буквально остановиться на данном развороте. Это взят тоже из уровня navigate pre-intermediate. Все мы ходим в рестораны, во многих курсах освещается то, как так заказать, как спросить, возможно, из чего состоит блюдо. Чем меня покорил данный раздел но не всегда же у нас бывает в тех же ресторанах и кафе все гладко. Мы же иногда и встречаемся с проблемами и со сложностями. Как выйти на английском языке из сложной проблематичной ситуации? Какие проблемы могут быть? Да самые простые. Допустим, подали нам стакан, а на нем помада не стерта. Как вежливо обратиться, чтобы его заменили? Допустим, я, когда присаживалась на стульчик, случайно задела, уронила вилку на пол, как ее заменить? Или, допустим, я вижу шумную компанию за соседним столиком и хочу попросить вместо потише. Вот эти жизненные реалии, они все здесь представлены, и это очень круто. То есть, не только с положительной точки зрения, когда все хорошо, есть на самом деле много всего, что может быть и за рамками только идеального, и студенты, занимаясь по данному курсу, работают. Да, видео к этому учебнику есть, я остановлюсь чуть попозже на этом, расскажу, какие два типа видео есть абсолютно на каждом уровне, чтобы мы могли ими пользоваться. Конечно, есть. Дальше, как раз, о чем вы спросили, да, видео интервью. Видеозаданиями. Во-первых, видео посвящено, посмотрите, целый большой разворот. Прекрасно у нас для warming up, для lead-ins подходит фотография отличного качества, где мы можем активировать лексику, пообщаться с друг с другом, обсудить, настроить на рабочий лад, настроить на определенную тему. Разработаны, видите, у нас, если присмотреться, два задания. Это у нас watching for gist. Мы сначала смотрим для понимания полной информации, просто наслаждаемся. И затем есть целая вариация заданий, какие могут быть для watching for detail. И, безусловно, есть ряд after-watching activities, которые мы можем использовать либо как проект, либо как групповую дискуссию, либо как работу в парах. То есть, только от нашей фантазии зависит, как это делается. Что из себя представляет видео? Видео, безусловно, есть к этому учебнику. Во-первых, оно на каждом юнити. Если у нас разделов 12, то есть у нас 12 полноценных видео, работа над которым, но если урок не сильно длинный, занимает где-то полурока. Тут лишь, что обсудить перед видео, во время видео, после видео, и выйти либо на writing, либо на discussion, либо просто на monologs. Пожалуйста. Какие еще классные есть видео? Смотрите, они называются voxpops. Смешное название «Но». Вы прекрасно знаете, что в данном курсе очень много вопросов. Этот курс помогает отлично развить speaking, что происходит в этих видео. Эти вопросы задаются журналистам на улице, просто останавливаются прохожие, им задают вопросы, и буквально в течение 1-2 минут идет ответ на данный вопрос. На самом деле, у меня и взрослые, и подростки, и взрослые это обожают, потому что они видят, какой язык сейчас используется во всем мире. Они видят, какими фразами пользуются людям, как они строят предложения, какая у них интонация, как слитно, какой флуинс у них, и они потом стараются выписать для себя какие-то интересные выражения, которые им просто очень понравились, и потом применять их на практике в живом общении. Видео находится, я про компоненты чуть позже расскажу, где находятся, и на официальном сайте вы их также можете найти. Расскажу обязательно подробнее. Что мне нравится, это тоже еще, кстати, о видео. Четвертый пункт, о котором я хотела вам рассказать, это поддержка учителя при подготовке к занятиям. Какой самый ценный у нас ресурс на сегодняшний день? У нас самый ценный ресурс, это, конечно же, наше время, и мы не хотим часами сидеть и готовиться к занятиям. Я считаю, что вы со мной согласитесь. Так вот, курс Navigate таким образом простроен, чтобы мы, любимые, тратили меньше времени на подготовку. Какая фишка есть у этого курса, которую я не видела до этого ни в одном другом пособии, ни в другом ОМК? это дополнительные советы и поддержки в книге для учителя, записанные Кэтрин Уолтер, вот этой прекрасной дамой, методистом Оксфорда, в виде видео. Если вам некогда читать план урока, если вы хотите посмотреть, на что сделать акцент в данном уроке, какие есть на самом деле подходы, на что обратить внимание, то мы можем обратиться к видео, которое в Teach's Book и которое на диске для преподавателей. Образцы есть бесплатно абсолютно на официальном сайте, которым я переведу чуть позже. Я слушаю иногда и думаю, как классно я экономлю время, я же не читаю Teach's Book, я работаю уже долго, мне определенные вещи особо не нужны, но методист Кэтрин Уолтер просто делает акценты, на что я должна обратить внимание, работы со студентами, как к какой теме перейти, какие примеры лучше привести, и на самом деле мне очень хочется, чтобы и вы могли экономить свое время и пользоваться вот такой прекрасной методической помощью. Также в Teach's Book мы можем с вами найти эссе по профессиональному развитию. Что еще есть? В Teach's Book если у вас есть время на подготовку, если вы, как и я, любите покопаться поглубже, есть подробные инструкции абсолютно на каждое занятие, есть четкий разбор каждого юнита, дополнительные ксерокопируемые задания и списки ключевых слов. Помните, раньше я вам говорила, что есть подход Oxford 3000. так вот, эти слова разбиты на каждый модуль, на каждый юнит, и они даны очень в интересном формате, дано слово, дано это слово в контексте и оставлено место на перевод. Лично я своим студентам всегда распечатываю, они говорят, ого, ничего, сколько мы новых слов в этом юните узнаем. Еще увидим, как эти слова играют в контексте, как мы можем воспользоваться с точки зрения use of English. Что касается дополнительных заданий для ксерокопирования, их всего для каждой книги, да, на любой уровень 36, и эти слова, извините, пожалуйста, эти задания дополнительные, они идут под трем направлениям. Это vocabulary, если вам нужно отработать вокабуляр получше, либо на повторение взять, либо сделать warm-up с ним, либо поиграть, да, отработать лексику в игровой форме. Это grammar, причем grammar там тоже отрабатывается в контексте очень интересных и discussions, и board games, и это у нас communication, то есть как мы уже выходим на продукт. Если мне хочется в какую-то тему углубиться, если у меня есть дополнительное время со студентами, либо, допустим, у меня занятие три академа, и чтобы не устали мои студенты в конце урока, но я хочу еще с ними по этим темам, под темам поработать, я с удовольствием беру ксерокопирую эти материалы, очень сильно выручают, либо беру их на Woom-Up, очень отличный материал. Сейчас перейду к тем компонентам, которые помогают нам как преподавателям, teacher support and resource disk, вот у нас, что на нем представлено. Это редактируемые тесты к каждому юниту, и промежуночный, и финальный тест. Мне это очень нравится, потому что я иногда целиком тесты не даю, они достаточно объемные, они могут быть страниц по пять, по шесть, я иногда их разделяю, я иногда меняю какие-то задания местами, иногда приходится просто какие-то задания убирать, поскольку у нас не такой большой, возможно, по продолжительности урок, и мне еще что очень нравится, что на каждый юнит тест идет в двух вариантах A и B. Конечно, мы люди взрослые, мы не списываем, но чтобы не было такого соблазна, можем за партой дать разные варианты, и мы проверяем одни и те же навыки, одну и ту же лексику, грамматику, но задания немножко различаются. Все материалы скачиваем, пожалуйста, вы их можете загрузить. Что еще есть? Ответы к рабочей тетради, аудиоскрипты к учебнику, к рабочей тетради, которыми я тоже пользуюсь как отдельным ресурсом, могу в качестве аудирования взять, могу в качестве работы с текстом разрезать их на кусочки, и чтобы логику выстраивали у меня студенты. Много чего еще можно на самом деле с ними придумать. Список лексики и видеообзоры, о которых я вам уже сказала. Кэферин Волчер с ее прекрасным видео нам в помощь. Посмотрите, пожалуйста, я не поленилась, буквально позавчера зашла на официальный сайт и зашла на официальный сайт данного пособия OUP.com ELT Teacher Navigate, что здесь есть? Потому что, когда я начинала работать по данному курсу, было здесь, безусловно, не все. Здесь есть Teacher's Guides, здесь есть Videos, здесь идет отличное объяснение вот того особого подхода Navigate к лексике и грамматике. Здесь есть Oxford 3000 в списке слов. Здесь есть то, что содержится, да, содержание, да, содержание того, что находится на Titus Resource Disc. Вы можете прочитать, посмотреть. Что очень важно, и это абсолютно бесплатно, это Coursebook Assa Keys, это Workbook Assa Keys, это все Audio Scripts, пожалуйста, то есть мы можем этим пользоваться. Это Sample Units, чтобы просмотреть, как построены юниты, что туда входит. Да, пожалуйста, вы можете обратиться, вы можете это сделать и это посмотреть. Это, безусловно, Vocabulary Mind Maps, вот это на самом деле появилось не сразу, с помощью Mind Maps я их распечатываю, выдаю студентам, и благодаря взаимосвязям мы можем выучить лексику намного, скажем, эффективней, намного глубже. Что-то еще есть классного? Grammar Power Points, потому что иногда мы подбираем какие-то источники другие, ищем, как лучше объяснить грамматику, тут за нас это уже все сделано. И, безусловно, Video Scripts, потому что видео содержит прекрасные текстовки с ключевой лексикой, с грамматикой, мы можем посмотреть, как работают слова с точки зрения Use of English, и вот эти все материалы, которые представлены на данном слайде, они находятся на официальном сайте, и они абсолютно бесплатные. А что сейчас еще нужно? Конечно же, больше материалов, которые мы можем позволить для подготовки к урокам, для проверки домашнего задания. И, что мне очень нравится, это аутентичные материалы высочайшего качества. Navigate представлен в трех пэках, как я их называю, как они называются в Оксфорде, что входит туда. Первый пэк, самый минималистичный, это Course Books with DVD and Oxford Online Skills Program. Где ее взять? Я давайте покажу свой учебник. В учебнике есть вот такой вот, на первом форзаце, такой материал. Мы отклеиваем, закрытый код, мы его вводим и получаем еще доступ к дополнительным заданиям. Они идут у нас по четырем направлениям. Это Reading, Listening, Speaking and Writing. Студенты, которые хотят прогресса, они спокойно занимаются по этой программе, как по дополнительному ресурсу, закрепляя навыки. Второй пэк у нас состоит из Course Books, Learner Eek Book Pack и Oxford Skills Online. И третий, самый такой насыщенный пэк, это третий. Туда входит Course Book, Learner E-Book Pack, Oxford Online Program, English for Work and English Online Language Practice. То есть все эти компоненты в одном. Что хочу еще буквально пару слов сказать про дополнительные вот эти программы, которые есть в доступе. Oxford Online Skills. Они способствуют развитию навыков говорения, аудирования, чтения письма, тесты на самооценку по шкале СЭФР, упражнения с прекрасными примерами из СМИ, с видео, аудио, интерактивными заданиями. И у нас, конечно же, этот доступ идет через наше пособие. И достаточно несложно туда зарегистрироваться, пройдя буквально несколько шагов. English Online Practice. Мы акцентируем изучение английского на расширении словарного запаса, грамматического запаса наших учащихся. Опять же, тот же шести уровнев подход при работе с любой темой там прослеживается от Engage до Reflection. Красивое, очень визуальное содержание, подобно прекрасной фотографии. Представлен широкий выбор поддержки в каждом модуле. Topic Based Approach. И это входит у нас с вами в Pack 3, но также можно его и приобрести отдельно, не к данному пособию. Что мне очень понравилось и что мне покорило, у кого есть корпоративные студенты, вот это прям вот must have. Я очень получила восторженные, могу сказать, отзывы от своих корпоративных студентов. Четыре с половиной года я работала с топ-менеджером Сбербанка, потому что они сдают международный экзамен. и чтобы использовать английский как свой классный навык, как свое преимущество, мы взяли с ними программу English for Work. Она у нас построена на таких сферах, как telephone skills, socializing skills, writing skills, с теми клише и с теми готовыми выражениями, которые мои студенты на работе могут спокойно использовать. Им уже не нужно искать в интернете какие-то дополнительные источники, они те же материалы, те же упражнения используют как клише и постепенно развивают все навыки уже исходя из English for Work. Чем мне очень нравится e-books, тем, что все всегда под рукой, с ними очень удобно работать. Мы можем сделать заметки, мы можем подчеркнуть, мы можем сделать закладки, мы можем записать аудио, и послушать, как у нас это получается. А еще вы знаете, аудирование иногда страдает у взрослых студентов, и здесь есть прекрасная функция замедления аудио. Мы можем послушать в более медленном режиме, потом ускорять и уже дойти до того уровня, как говорит носитель языка. Это очень-очень удобно. Все пометки, все упражнения мы можем делать прямо в e-book, и поэтому everything you need is in one place. Все очень удобно, и технологии в этом плане, конечно, нам помогают. Ну и завершая свое выступление о тех пяти аспектах, о тех пяти причинах, почему я выбираю данный курс, Navigate это современный курс, он для взрослых, и он безусловно такой же лидер продаж, такой же хит, как Headway и English File. Это курс только для взрослых, в отличие от остальных курсов OUP, которые позиционируются как Young Adult и Secondary Sector, хотя, как я только что сказала, можно применять его и по отношению к взрослым подросткам. Там есть на чем поработать, и есть вкусные тексты и видео, с которыми студенты подросткового возраста обожают иметь дело. Разработан на основе академических исследований о том, как взрослым лучше изучать иностранный язык, и как мы убедимся, что работает данный курс, он был пропилотирован в 18 странах, более чем на 200 площадках, получил отличные отзывы и рекомендации и имеет множество как бесплатных ресурсов для нашей подготовки, которые экономят наше время, и также дополнительные компоненты, которые можно приобрести уже либо вместе с курсом, либо приобрести их по отдельности. Такое тоже может быть. И если мы возьмем слоган данного курса «Navigate your direct route to English success». Так что я думаю, что этот слоган говорит сам за себя. Я очень люблю данный курс и уже много лет, не один год по нему работаю, прекрасно зарекомендовал и отлично подходит для развития всех навыков, в особенностях «Listening», «Speaking», «Writing». Прям большой-большой, сильный рывок у нас у студентов получается, работая над данным курсом. Более того, при подготовке к международным экзаменам я его использовала, и даже у меня были случаи, когда, обучаясь в Сбербанке, мои студенты на уровне Pre-Intermediate по Navigate с дополнительными ресурсами, у меня ребята сдавали FCE на уровень APA-Intermediate, причем по всем навыкам, по всем скиллам. Мне потом в ресурсном центре спрашивали, как вы такого достигли. Я говорю, пользовалась всеми компонентами данного прекрасного курса. Большое спасибо вам за внимание. Больше информации вы можете получить на официальном сайте по ссылкам. Я думаю, что вы получите такое же наслаждение, как и я, работая по данному курсу. Тамара, огромное спасибо. Очень исчерпывающее такое выступление, эмоциональное. И я напоминаю нашим слушателям, что у нас есть в школе ШПМ на Отбридж Скул есть тренинг, чтобы вы смогли познакомиться с компонентами этого УМК и сделать выбор. Благодарю большое за... Мы тоже вас благодарим. Замечательно. приходите к нам еще. Спасибо. До скорых встреч и нам, преподавателям, терпения, процветания и всего самого лучшего. Да, спасибо огромное. Ну, коллеги, я хочу сказать о том, что мы подошли к концу наших выступлений, нашей конференции, замечательной трехдневной конференции. И давайте подведем небольшой итог. Что же мы представляли на нашей конференции в эти три дня? Итак, мы представили новинки Oxford University Press. Это УМК для начальной школы BeHive, УМК для подростков LifeVision и Inside, и также всеми любимые BestSeller Solution для обучения подростков подготовки к экзаменам, а также BestSeller для обучения взрослых. Это English File, Business Resolve и Navigate. Итак, коллеги, поступил вопрос, где же скачать и увидеть все материалы нашей конференции. Итак, сейчас во внимание, тяже близ, буду рассказывать, что нужно будет сделать. Итак, многие из вас, как я поняла, уже зарегистрировались на ОМС-Бриджеску. Кто не зарегистрировался, подождите письмо, кто не знает, как зарегистрироваться. Хотя процедура регистрации очень простая. Вам придет письмо в период до 5 апреля обязательно каждому из вас, каждому участнику конференции. Вот у нас Павел скинул ссылочку на регистрацию на ОМС-Бриджеску. Воспользуйтесь, можете сейчас зарегистрироваться. Ну, как у нас писала слушательница, там пусто, да, там пока еще пусто, потому что, объясняю, почему, потому что все видео на лебинар, на платформе лебинара, они конвертируются, для этого нужно время. Мы для вас соберем все вместе, все материалы, все презентации, все видео сконвертируемые, все какие-то дополнительные материалы, которые приготовили наши лекторы и спикеры. И также самый главный подарок будет в вашем личном кабинете, это купон на скидку. Расскажу, что это за купон. Это самый ценный подарок от ОИП или ЛОН для вас, это персональный купон на скидку в 20% на книги и электронные ресурсы издательства Купон дает право приобрести продукцию на сумму от 3 тысяч рублей в нашем интернет-магазине Релой. Купон одноразовый. Я вчера сделала ошибку, уже посыпались замечания, а я сказала, что купон действует до 31 марта. Нет, купон действует до 31 мая. Обратите внимание, то есть 2 месяца. Но на доставку скидка не распространяется. Итак, какие же ваши дальнейшие действия? Итак, вы должны зарегистрироваться по ссылочке, которую видите в чате на Oxbridge School. В течение, вернее, до 5, начиная с сегодняшнего дня, до 5 апреля вам придет письмо. Там тоже будет эта же ссылка на Oxbridge School. Но к ней будет прилагаться кодовое слово. Кодовое слово, которое вы введете и попадете в свой личный кабинет. Там вы сможете получить все материалы. Напоминаю, что это презентация, это дополнительные материалы, это купон на скидку и сертификат участия в данной конференции. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если все понятно, я в лице всех наших сотрудников, тех, кто готовил эту конференцию, благодарю вас за то, что вы пришли, зарегистрировались, поучаствовали в нашей конференции, послушали наших замечательных спикеров, возможно, сделали какой-то выбор в пользу наших учебников. Всех вам, вас благодарим за внимание, за участие. До новых встреч. Хорошего всем вечера. До свидания.